Концепция женской красоты в нашем веке часто стирает всякие границы. Ухоженной и стильной необходимо оставаться в любом возрасте и любом положении, даже самым интересным. Разумеется, перед посещением салона важно лишний раз проконсультироваться со своим врачом. Наш эксперт – доктор Наталья Александровна Дейнега. Разрешены процедуры, которые приносят удовольствие и позитивное настроение для женщины и являются профилактическими моментами для того, чтобы избежать в последующем, когда родится малыш, каких-либо проблем на лице. Очень повышена работа эстрогена идет, гормональная функция. И у женщин, у которых была к периоду беременности нормальная кожа, она становится очень сухой, либо появляется шелушение, покраснение, фигментные пятнышки. Это опять-таки связано с гормональным фоном. Для этого тоже существуют процедуры. И в качестве уходовых препаратов выбираются чистые, экологические, без консервантов, линейки. Как известно, список спа-ритуалов в период беременности значительно сокращается. Под запрет попадают бани и прочие паровые воздействия, аппаратные методики и массажи, вызывающие дискомфорт. При этом разрешается все то, что связано с природой и проверено веками. Программы для тела тоже включают в себя только ручные техники. Можно делать обертывание, хорошо уходит отечность, страдают во второй половине беременности многие. И эстетически приятный, очень такой позитивный эффект. Не отменяется при беременности и декоративный макияж. Конечно, можно обойтись и без него, но все же для многих возможность не изменять своим привычкам – приятная новость. После беременности, если не защищать кожу, возможно, пигментация. Минеральная косметика очень с этим хорошо справляется, кожа дышит. Минералы выращиваются в инертной среде, то есть не дают плодиться бактериям. В минеральной косметике даже, возможно, спать. Серьезные какие-то воздействия на кожу исключены, то есть на татуаж нельзя делать, а им на беременном хочется непременно выглядеть хорошо. Поэтому есть альтернатива биотатуаж. Держится до трех недель, очень красиво и очень стойко. Этот татуаж выполняется с помощью хны, без воздействия на глубинные слои кожи, просто он наносится кистью и счесывается. Оставаться в строю ухоженных и стильных женщин позволяют приведенные в порядок ногти. Впервые о создании лака с натуральным составом задумалась, будучи беременной, модель картика Луиек. И это стало толчком для выпуска его в тираж. В состав лака в Кюрбазар входят натуральные компоненты, это картофель, пшеница и крахмал. И даже этот бренд пошел еще дальше, то есть теперь есть растворитель, который удаляет лак точно так же безопасным образом, не влияя никоим образом на ногти. Проводился эксперимент, в баночку с этой жидкостью ставилась роза и роза не вянет, то есть настолько натуральные компоненты, что можно тоже об этом не задумываясь, спокойно пользоваться и быть красивой. Также для многих женщин в период лактации и беременности большой проблемой становится запрет на окрашивание волос. Особенно для тех, кто имеет седые волоски и не любит свой природный оттенок. Но и на это у индустрии красоты есть свой ответ. Конечно, обычными красителями, которые вы пользовались до беременности, вы отменяете. И опытный стилист-парикмахер сразу скажет, имеются в арсенале препараты для окрашивания волос, пиральная косметика, природные растительные компоненты, которые на маслах. В этот период также очень нужно и необходимо делать спа-процедуры для волос. Все, что связано со словом «спа» – это для беременных женщин. Уверенность в себе и хорошее настроение, важные в период ожидания ребенка, часто поддерживает наше отражение в зеркале. Также стоит отметить, что ухоженная внешность позволяет женщине, заботясь о будущем малыше, не выпадать из активной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok